Вчера у наших ближневосточных соседей в Тюмени, в центральной ее части, как-то вдруг вне графика случилось прямо голливудское шоу. Полицейская автопогоня за угонщиком, бьющиеся одна за другой автомашины, убегающие по встречке злодей, рукопашная схватка и неожиданное ее развитие, но все с правильной концовкой. И все благодаря одному очень энергичному предпенсионеру, который с севера приехал в Тюмень отдохнуть в санатории и для пущей веселухи прямо из санатория угнал машину. Тоже, кстати, весьма эффектно. Он вырвался в город, с разгона вышибив ворота. 62-летний житель Нового Уренгоя, оказавшись в тепличных условиях, когда-тошной столице тюменской матрешки, в голове которой он жил и работал, явно заскучал набираться сибирского здоровья в этом кефирном заведении на 19-м километре Червишевского тракта с неожиданно дерзким названием «Сибирь» энергичному дядьке, наскучило настолько, что он в это дело добавил свою перчинку. На территории он угнал зазевавшуюся газель с котомкой и погнал на ней в город. При этом первую машину стукнул еще до выезда за ворота. Ну, а ворота, как мы уже сказали, вышиб с разгона. На Червишевском тракте столкнулся с еще одной машиной, ну, а потом уже как минимум три штуки заколбасил в центре города. Но эти пять авто – это минимум. Кое-кто утверждает, что он побил сильно больше машин. Цитата от очевидца. К нам подъезжал дедушка на «Прадо» с разбитой фарой и сказал, что гнался за ним с Герцена. Водитель «Газели» при этом двигался по встречной полосе и так далее. В ГАИ нам сообщили, что пострадали минимум восемь машин. Конец цитаты. Закончился его заезд на улице Чернышевского столкновением с автобусом. Но с окончанием именно заезда совсем не закончились, собственно, приключения. Еще одна цитата от очевидца. Он просил у водителя автобуса нож и говорил, что у нас в городе плохие люди. Потом вышел из «Газели» и начал прыгать на проезжающие мимо машины. Пытался залезть в окна. Потом пнул «Приору», из которой вышли двое мужчин и погнались за ним. После чего его задержали. Конец обеих цитат. А вот как это выглядело и выслышало. Успокойся! Успокойся! Пусть все равно мало лица надо пропускать. Задерживали пациента санатория, как видите, очень нежно. БТЕ вообще не применяли, осознавая прекрасно, что на оживленнейшей улице Чернышевского их снимает на телефон и тьма тьмущая граждан. Пользуясь этим совершенно бессовестно, 62-летний живчик, демонстрируя, какую великолепную физическую форму, даже в таком возрасте, можно обрести, отдыхая в санатории «Сибирь», телефон отдела продаж позже, умудрился извернуться и броситься под автобус, увлекая с собой противников. Ну а самое интересное, в конце, прямо как у писателя Ноль Генри, что с точки зрения физика означает полное отсутствие индуктивности в сети. Когда гаишники пожелали узнать, сколько же их супостат водки выжрал, а он подуть в трубочку не отказался, оказалось, что гражданин из Нового Уренгоя совершенно, абсолютно трезв. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей «Черемета», будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята, вместе мы выстоим.